В первом своем видео я смотрел на эту игру с неправильной стороны. В юном возрасте, играя в компьютерных клубах, генералов и Red Alert, я ждал чего-то схожего, и конечно, как и большинство фанатов серии игр Command & Conquer, я был разочарован. Но это не продолжение и не Remastered. По словам разработчиков, это спин-офф для мобильных платформ. Они не старались вернуть легенду, разработчики старались дать их вторую жизнь в виде мобильных коротких баталий в режиме реального времени. Были выбраны персонажи из предыдущих частей, с некоторыми изменениями, но так, чтобы прошлое поколение игроков могли узнать своих бойцов на поле боя. Механика же игры, как и сама игра, сделана в угоду современным тенденциям. Давайте детальнее посмотрим на саму игру. По традиции нас встречает главное меню. На нем мы можем видеть профиль игрока, где детально прописана вся статистика по прохождению игры. В противоположном углу расположились настройки. Они минимальны и не несут в себе ничего интересного, разве что привязку аккаунта и достижения. Рядом же сообщения от разработчиков. Обычно там отображаются различные новости и списки изменений после обновления игры. Левее находится список наших друзей, которые мы можем подтянуть из фейсбука или из учетной записи Electronic Arts. И последняя кнопка это списки лидеров. Здесь мы можем посмотреть результативность друзей, своего альянса, а также других игроков и других альянсов. По центру с изображением грузовика присутствует кнопка запроса контейнера. Стоимость составляет 1 единицу топлива. Также доплатив еще одну единицу топлива мы можем ускорить поставку на 4 часа. Дальнейшее ускорение возможно только за кристаллы. В контейнерах мы получаем кредиты и карточки наших бойцов. Количество и качество содержимого зависит от контейнера, а оно в свою очередь от божества по имени Рандом. В верхнем же ряду в правом углу мы видим наши валюты. Это кредиты и алмазы. Далее идет магазин. А как без него? Игра все-таки бесплатная. Радуемся, что нету энергии. В магазине нас сразу же встречают промо-акции за реальные денежки. Ежедневные карты за кредиты, контейнеры в том числе и бесплатные, а также возможность пополнить нашу игровую валюту. Кнопка с глобусом не что иное, как Command & Conquer TV. Мы уже встречали такое в игре Clash Royale. Здесь мы можем посмотреть свои действия и записи других игроков и подчеркнуть что-нибудь весьма полезное. Например, стратегию или боевую пачку. Отфильтровать бои можно по лиге и по фракциям. Следующая кнопка самая веселая, так как это альянсы. Именно за игру с друзьями мы любим онлайн игры. Здесь мы можем присоединиться к существующему альянсу, найти конкретный альянс или создать свой. Для создания альянса нам потребуется ввести название, заполнить описание, указать минимальный уровень игроков и выбрать эмблему. Также стоит указать, альянс будет открытый или частный. Стоимость создания альянса 15 кристаллов. Переходя к следующему пункту, мы попадаем на спецоперации. Это не что иное, как ежедневное задание. Нам дают 5 поручений, после выполнения которых мы получаем контейнер с раздомной наградой. Советую всегда выполнять делики, они легкие, а награда весьма неплохая. Предпоследний пункт это наша коллекция. Здесь мы можем ознакомиться со всеми бойцами у обоих фракций, а также прокачать уже доступных нам бойцов. Делается это весьма простым способом. При выборе персонажа нам доступны 3 стадии учений. Заполнив полукруг при достаточном количестве карт, мы можем поднять уровень. Во всех случаях у нас растут характеристики персонажа, но при повышении уровня этот прирост более значительный, нежели при простых учениях. Также здесь доступны наши генералы. Каждый из них имеет особую способность. Улучшение же генералов отвечает за характеристики базы, комбайн и за усиление своей уникальной способности. Возвращаясь же на главный экран, у нас есть выбор за какую из фракций воевать. Если с этим мы определились, то стоит теперь определиться с боевой пачкой. Она может быть разнообразна и ограничена только вашим умением и временем, проведенным в игре. Как только разобрались с пачкой, мы возвращаемся на некоторое подобие карты. Но это не этап одиночной игры, это лиги, через которые вам предстоит пройти на пути к величию. Также мы можем посмотреть награду в случае удачного прохождения. В описании лиги мы можем ознакомиться с максимально доступным уровнем боевой единицы и доступными картами для боев. При вступлении в бой нас встречает база и список наших возможных покупок. В зависимости от вашей пачки вам доступны казарбы, завод, вертодром или технолаб. После постройки необходимого вам здания становятся доступны боевые единицы. Одновременно их может быть не более шести штук. Комбайн не считается за боевую единицу. Цель игры достаточно проста. Захватить и удерживать большее количество платформ, чем ваш противник. При удачном захвате начинает заполняться шкала запуска ядерной боеголовки. Она наносит сильнейший урон по базе противника. Хотя вам ничего не мешает в наглую сразу атаковать базу, но это менее эффективно. По истечению боя вам начисляют призовые медали, кредиты, топливо и опыт. Также заполняется прогресс ежедневных заданий. При наборе достаточного количества медалей мы получаем призовой контейнер, опыт и отправляемся в следующую лигу. В целом игра сделана на 5 минут. Она не требует от вас высокой концентрации и знания военного дела. Вы сможете легко в ней разобраться сами, либо подсмотреть за боями других игроков. Через некоторое время построения боевых пачек вы найдете для себя более выигрышную комбинацию. Донат в игре есть, но за него не стоит переживать. За деньги здесь нельзя купить уникальные боевые единицы, которые нельзя было бы получить на поле боя. Но скажем прямо, скорость развития без доната будет ниже, но здесь уже решать вам. Подведя итог, хочу сказать, что игра Command & Conquer Rival PvP отличный представитель своего жанра, но не стоило ее относить к серии игр Command & Conquer. Было бы гораздо меньше вопросов и требований, но разрабы решили сыграть на добром имени. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ваше признание – лучшая награда.